Сосновый лес, чистый песок и Волга вокруг. Живописный Пальцинский остров так и манит отдыхающих своей первозданной красотой. Но, как известно, не все люди отличаются чистоплотностью. Одни за собой убирают, другие же выше этого. Сотрудники Министерства природы вместе с работниками комплекса «Роза ветров» отправились убираться на Пальцинском. Прогулка по берегу приятно удивила. Залежей мусора нет. Одинокая бутылка из-под пенного, решётка для мангала, газовые баллоны. Это всё, что удалось найти. На берегу Пальцинского острова можно найти бутылку, окурок или банку. Их может принести течением. А на импровизированном месте отдыха в лесу оказалось чисто. Видимо, там досуг проводят культурно. В этот раз на острове чисто по сравнению с предыдущими годами. Активистам, которые вышли на уборку, есть с чем сравнить. Немного почище стало. Не так много нашли. Неполные пакеты, конечно, как это было ранее. Уже радует. Который раз ездите? Лично я езжу уже второй год, потому что работаю два года. Ребята ездили и ранее. Подобные субботники проводят не только на острове. Берега Свияги и Волги приводят в порядок. Обычно убираются на средства муниципалов. Планируется установление реки Свияги на территории Ульяновска. А также расчистка двух озёр и одного пруда в городе Димитровград. Работы проводятся по нацпроекту «Экология». Как утверждают в Министерстве природы, на Пальцинские заглядывают ежегодно. Сейчас также расчищается Юрманский залив. А Ивановский залив только начали готовиться к преображению. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Уллправда ТВ. Спасибо.